МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Геннадий Адушев. Вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. Два сапога пара. 19-летний вор и его несовершеннолетний сообщник обчистили несколько квартир в Ивановском районе. Задержан автоугонщик. На счету мужчины 13 преступных эпизодов. Борьба с наркотиками. Сотрудники полиции обнаружили в автомобиле запрещенное вещество. Жесткое ДТП в Благовещенске. Столкнулись такси и синяя Субару-Импреза. Ужесточение наказания. За повторное правонарушение на дороге судят по-новому. Житель Ивановского района обвиняется в совершении серии квартирных краж. Кроме того, 19-летний молодой преступник из села Петропавловка не раз брал на дело своего несовершеннолетнего товарища. Расследование на данный момент окончено. А молодой возраст обоих фигурантов этого уголовного дела не спасет их от наказания. По версии следствия, в течение прошлого года обвиняемый вместе с несовершеннолетним обчистил три квартиры в селе Петропавловка. Подростку парень обещал большие деньги. Так и вовлек его в злодеяния. Молодые люди проникали в дома односельчан и похищали оттуда продукты питания, бытовую, цифровую и электронную технику. Общая сумма ущерба – около 10 тысяч рублей. По фактам этих краж было возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас все они объединены в одно дело. Его расследование окончено, и оно направлено в суд с обвинительным заключением. Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который несколько месяцев угонял автомобили, а также воровал вещи из машин и гаражей. Промышлять подобным делом незадачливый преступник начал почти год назад. На его счету 13 преступлений. Воровать мужчина начал в марте прошлого года. Вынес из нескольких гаражей инструменты и запасные колеса. После этого вор переключился на кражи из автомобилей. Вместе с сообщниками он вскрывал отверткой багажники и двери иномарок и похищал все, что попадалось под руку. Также за преступником числится несколько автоугонов. По старой схеме мужчина проникал в салон машины и с помощью пары уловок заводил автомобиль без помощи ключей и зажигания. Не брезговал нарушитель также магазинами и производственными базами. Тащил все, что плохо лежало. Преступник получил 4 года в колонии строгого режима. Также он выплатит потерпевшим чуть меньше 170 тысяч рублей. Один из его сообщников получил 3 года условного срока. Второй освободился от наказания по амнистии. Синтетический наркотик изъяли сотрудники ДПС у 25-летнего амурчанина. Запрещенное вещество было обнаружено в автомобиле мужчины на въезде в Благовещенск. Кроме водителя в машине находился и 27-летний пассажир. Именно его нервное поведение вызвало у сотрудников полиции подозрения. Был проведен досмотр авто. В итоге инспекторы ДПС обнаружили порошковообразное вещество белого цвета. Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотиком синтетического происхождения – метилэфедроном. Вес вещества составил почти 4 грамма. Незаконное перевозка и хранение наркотиков – серьезное преступление. И в отношении гостей Амурской столицы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. 1 сентября было отмечено не только школьным праздником. В 23.30 случилось жесткое ДТП в Благовещенске на пересечении улиц Амурская и Пионерская. Синий автомобиль Subaru Impreza двигался по Пионерской со стороны Ленина в сторону Горького. Навстречу ехала желтое такси Nissan Coupe. При повороте налево таксист не пропустил Impreza. Произошло сильное столкновение. По предварительным данным травмы получили девушка, водитель Subaru. У нее перелом костей таза и другие переломы. Водитель такси также пострадал. В отношении него будет возбуждено уголовное дело. В Райчихинске несколько местных жителей понесут уголовное наказание за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Так, в июле этого года инспектор ДПС остановили иномарку под управлением пьяного мужчины. В ходе проверки было установлено, что ранее данный гражданин уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. Аналогичен другой случай. В августе этого года еще один житель Райчихинска повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его вине случилось ДТП, автомобиль опрокинулся. К счастью, обошлось без пострадавших. Напомним, с 1 июля этого года повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования стали уголовно наказуемы. Максимальное наказание – это лишение свободы сроком до двух лет, без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. На этом все. В студии был Геннадий Адушев. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru и помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok